всем привет делаем мини обзорчик на планшет pipe m9 pros 3g и внутренним накопителем 32 гигабайта давайте начнем с коробочки коробка привлекает клиента своим внешним видом имеет цветные картиночки и всю доступную информацию которая имеет сам планшет коробка довольно тонкая первый раз вижу чтобы производители комплектовали планшеты в такие тонкие коробки естественное комплектующие будет поставляться в отдельной коробочке сама коробка довольно прочная на изгиб так что будет тяжело ее сломать во время транспортировки переходим к комплектующему в комплекте шел у нас с утэгой кабель с ферритовым кольцом и служит он для подключения флешек sd дисков и тому подобному есть еще у нас наушнички внутри вакуумные на 3.5 миниджек дешевенькие без гарнитуры без низких частот звук в них противный можно просто их выбросить и купить нормальные наушники также у нас идет usb кабель для синхронизации с компьютером имеет ферритовое кольцо и разъемчики микро и 2.0 usb для зарядочки планшета увы ни один usb кабель не подойдет так как компания пайпа ограничила usb порты в своих планшетах для зарядки их планшетов вот такие вот дела и зарядные устройства блок питания на 5 вольт 2.5 ампера заряжает довольно быстро довольно мощная зарядная и на выходе имеет тоже ферритовое кольцо против помех естественно подается уже ложат на свое усмотрение переходнички под наши розеточки переходим наверно не планшету к чехлу и при инициативе продавца смотря у кого покупаете продавец может положить в подарок чехольчик или вы можете доплатить купить оригинальный чехол чехол довольно тоненький приятные с внутренней стороны на ощупь имеет замшеву поверхность с наружной стороны не знаю что за материал но тоже приятно на ощупь и имеет магнитную заклепочку или кнопочку как ее назвать снизу подписан как пайпа видимо оригинальный чехольчик сзади имеет все отверстия под динамики камеру и фото вспышку и крепится планшет наклейка и вещество под этой вот пленочкой не знаю как держит но еще не клеил ладно переходим к самому планшету так планшет у нас диагональ экрана 10 1 дюйма ips матрица с разрешением 1920 на 1200 сразу скажу что угол обзора довольно хороший не с одной стороны не затемняет и не засветляет увы показать смогу так как будет засвечивать мое освещение типа того давайте перейдем к задней стороне планшета сзади имеется металлическая крышка видимо производители учили то что во время перегрева процессора тепло будет распределяться по всей поверхности металлической крышечки по бокам у нас пластиковые вставочки с упростями для того чтобы не скользили пальцы во время игры или еще чего-нибудь имеет два стереодинамика задняя камера на 5 мегапикселей довольно паршиво снимает так что даже не знаю слов про нее нету диодик для фото вспышки и отверстие подписано как reset для сброса или для сброса и перезагрузки планшета во время его подвисания а также планшет имеет фронтальную камеру 1.9 мегапикселя дальше перейдем по бокам кнопочек отверстий никаких нету весь интерфейс находится точнее все кнопки и отверстия находятся с верхней стороны планшета фишка компании пайпа это у них есть кнопочка escape для закрытия приложений дальше у нас включение выключения планшета разъемчик 5 вольтовый для зарядки планшета mini hdmi отверстие под микрофон 2 micro usb входе к точнее один как подписан как usb micro а второй как хост дальше 35 mini jack входе для наушников микро разъемчик под micro sd карточку максимум 32 гигабайта и разъемчики для полноразмерной sim карты для передачи данных как звонилка увы этот планшет не подойдет так как вы не сможете ни одной программы с него позвонить даже если скачаете на play маркете ограничено в прошивке зашито в чипе или в чем не знаю как это сказать ладно перейдем к интерфейсу самого планшета планшет сразу скажу меня разочаровал точнее стоковая прошивка от компании pipe 422 android планшет жутко тормозит во время игр это вообще печаль надо в любом случае его перепрошивать на новую прошивку 442 kitkat пишет что помогает на форме 4pda что все глюки все это улетучивается и также в нем еще не работает gps приемник пробовал на улице полчаса поймать хоть один спутник безрезультатно ну посмотрим перепрошиваем планшет должно все вылечиться давайте перейдем сразу к тестам давайте на на марк на на марк у нас показывает довольно хороший результат 59 и 4 fps а это значит у нас почти 60 кадров в секунду модель m9 pro разрешение 1920 на 1200 видео ускоритель mali 400 mp сразу скажу этот видео ускоритель уже давным-давно устарел по нашим меркам тест antutu на релиз этого планшета до в 2013 году не знаю когда в апреле или в августе был релиз показатель 18481 балл это был хороший результат конечно в наше время сейчас 2014 год точнее в середину этого года нашего да даже уже почти больше чем середина это показатель уже конечно довольно маленький для этого планшета бренд у нас подписан как rk 30 sdk не знаю почему модель все правильно m9 pro android версия 4 2 2 глючная стоковая прошивка видео ускоритель mali 400 устаревший разрешение дисплея 1920 на 1200 задняя камера 5 мегапикселей с разрешением кадра 2592 на 1944 если это кому-то что-то говорит то думаю поймете оперативной памяти 2 гигабайта системной памяти ограничено тоже в 2 гигабайта и внутренний накопитель 28 гигабайт общая память получается около 30 гигов внутреннего диска или sd карточки процессор у нас четырехъядерный с частотой 1600 мегагерц рок-чип rk3188 cortex a9 так 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 минимальная частота процессора 312 мегагерц до 1608 поддерживает open g l 2 и 0 но это наверное во всех планшетах есть уже давно и плотность пикселей у нас 240 dp и как бы показатель не очень хороший фронтальная камера у нас вместо 2 мегапикселей antutu показал 19 мегапикселей с разрешением 1600 на 1200 температуру батареи не показывает не знаю почему может проблема в самой прошивки nfc у нас нету и все датчики почти есть кроме двух каких-то температурных сенсорных датчиков не знаю что за они так и еще одна фича это мультитач у нас на 10 касаний но видимо с глюками планшета бывает и не показывает положенных касаний да потому что сейчас 9 касаний и еще мультитач сам по себе работает бывает такое у этого планшета почему не показывает потому что так как бывает что слияние в одно касание бывает вот с такого расстояния вот такие вот дела на форуме 4pd пишут что с новой прошивкой все проблемы полностью улетучиваются и планшет начинает все хорошо работать и все пользователи этого планшета становятся довольными но еще один минус что мне не понравилось это сама сборка этого планшета она увы халтурная он весь скрипит и я сказал бы что это качество довольно паршиво собран скрипит скрежет скрип и тому подобное так что так фото и видео я выложу в конце видео посмотрите как снимает камера на самых высоких настройках так что думаю на этом обзорчик наш будет заканчиваться это не полный обзор это был мини обзорчик этого планшета так что итоги этого планшета что я могу сказать по поводу звука звук у этого планшета шикарный в распаковке должны были услышать что довольно громкие динамики довольно яркий дисплей авто настройка яркости датчик работает не ахти я бы не сказал бы что на высшем уровне по поводу сборки на двоечку может и потянет так что рекомендовать к покупке этот планшет я бы не стал может быть если вы любите перепрошивать или умеете не боитесь что сделаете свой новый планшет приобретена недавно полным кирпичом то думаю можете покупать но уже конечно есть более современные планшеты по таким же ценам доступным и думаю можно выбрать что-нибудь достойно так что если вам это видео понравилось ставьте лайки пишите комментарии подписывайтесь обязательно на мой канал ссылочка будет вот тут делитесь моим видео и всем до скорых встреч всем пока пока да и Продолжение следует...